Сегодня у нас настоящий день приключений. Из Полоцка мы решили посмотреть Мёрзкий водопад. Он как раз находится относительно недалеко от Полоцка, около 100 километров. Ну да. И ещё мы хотели посмотреть болото местное. Тут такой заказник, заповедник. Называется Ельня. Так вот, сейчас мы добрались до этого Мёрзкого водопада. И сейчас я вам его покажу. Вообще, это вроде как самый большой водопад в Беларуси, но он не естественный, не природного происхождения. Он искусственно созданный. Ну, в принципе, нам было очень интересно посмотреть его. И добирались мы сюда с очень большими приключениями. Об этом тоже сейчас расскажу и покажу. Ну, давайте для начала посмотрим сам водопад. Розливо. Из-за этого очень скользко. Вот он. Вот водопадик. Выглядит вот так. Пенный. Сложно сказать, стоил ли этот водопад тех усилий, которые нам пришлось приложить, чтобы до него добраться. Потому что здесь отсутствует дорога на подъездах к нему. Она такая глиняная. Из-за того, что идет дождь, она размокла и стала очень скользкой. И машина просто пробуксировала. И нам невозможно было добраться сюда. Но это я вам тоже сейчас покажу. Наши приключения. Вы уже можете частично их видеть на моих кроссовках. В джинсах. Сейчас мы возвращаемся по этой же глиняной дорожке наверх. Вот по этой. Очень скользкой. Музыка. Музыка. Поехали! Время! Время! Офигеть! 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 Ну а теперь мы приехали в заказник Ельня И начали свой путь по экотропинке Беру вас с собой Давайте посмотрим, что тут за экотропинка такая Вот так вот В окружении зарослей Мы перемещаемся Так, вообще, эта экотропа Здесь продолжительностью 680 метров Вот такая вот грунтовая А потом начинаются деревянные настилы уже по болоту До них мы дойдем, и я вам тоже там покажу Это еще не был аэродром, но где болото был, прикинь В 44-м, в 44-м Один из наибольнейших поглинальников СО2 в Беларуси А вот и болото начинается И деревянный настил Должна вас предупредить, что если вы соберетесь в этот заповедник, то обязательно запаситесь репеллентами Средствами от комаров и клещей И одевайте соответствующие Потому что мы немного не подготовлены Здесь бы какие-нибудь резиновые сапоги подошли А мы вот городские жители в кроссовках приперлись Нам даже немножко повезло с погодой Дождь перестал идти И даже немножко выглянуло солнышко Посмотрите, как тут здорово Тихо, спокойно, никого нет Идешь по этому настилу в тишине Вот мы пришли непосредственно к очевидному болоту То есть здесь везде, судя по всему, топь под настилом Вот там под мохом наверняка вода Но вот мы пришли прям к болоту, которое действительно видно Проводим эксперимент по замеру глубины Очень глубоко Ну там уже пошло эта грязь Топь, да? Ну Итак Неплохо Вообще, конечно, целенаправленно сюда ехать достаточно далеко Из Минска Но поскольку мы как раз были в Полоцке От Полоцка до сюда километров 90 Километров 90? Ну да Километров 90 То мы как раз и решили, что больше у нас такой возможности не получится И заехали И, честно говоря, совершенно об этом не жалеем Здесь очень круто Поэтому, если у вас будет достаточно свободного времени Или вы тоже будете где-то в этом районе Обязательно съездите Мы дошли до конца тропинки Вот таким получилось наше сегодняшнее эко-приключение Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось Не забудьте подписаться на мой канал Потому что дальше вас ждут новые интересные путешествия и поездки Не забудьте подписаться на мой инстаграм Там тоже много интересного И мы увидимся совсем скоро в моих новых видео Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok